Никакого сингл-драфта для Вилла не существует. Более того, в ЦМ он играет, на Олдпик он играет, и все равно ему выпадет висер, потому что это его персонаж. Вот вы знаете, в первой доте была такая фишка, что IceFrog некоторых героев переименовывал, да, и, ну, их подначивал под никнеймы тех игроков, которые отличились на этом самом персонаже. Вот, было такое, думаю, вы помните, в Мерлине там был, это Зевс, да. Еще там была куча примеров, в общем-то, не важно, важно только то, что если бы это было во второй доте, я думаю, что Виседжа как раз и Лилл, и мы назвали. А был какой-то Лилл Сейдж, второе имя персонажа. Но во второй доте, к сожалению, конечно, этого нет. Ладно, у нас была небольшая пауза, и мы стартуем. Стартуем первую карту. Итак, Автолайф, Эмбер Спирит. Вот очень интересно, судя по всему, у нас будут свапнутые роли, ибо Рамзес все-таки в Тим Спирит позиционирует себя как Керри, сейчас он будет играть на оффлейне. Автолайф, наоборот, был оффлейнером, стал Керри. Флай Верка, ну, я так понимаю, это вообще медовая Верка, хотя Флай Суппорт, Каблак Суппорт, Джакер, но это все в порядке. Ну, и Айсберг был мидером. В общем-то, и мидером остался. Судя по всему, у нас в Верка будет какая-то Суппорт, Верка. Не понимаю. Не совсем это Суппорт еще и Закуп. Ну ладно, Virtus.pro, что у них? Год на Слардаре. Подумать. Закуп у него, ну, такой немножечко непонятный. С таким Закупом может быть и Кором. Фармить так может быть Суппортом. Фобос играет на линии. Но тут еще тоже более-менее ФНГ, Суппорт онлайн, тут все в порядке. Ну, и Сален Керри на антимаге, в принципе, тут тоже все дефолтно, скажем так. Сразу же, кстати говоря, Варт нашел противника. Раздевардил и линию свою от Вижена противника освободил. Поставил также Апсервер. В общем-то, все должно быть в порядке у Варарата на этой линии. Ну что ж, поехали, поехали, ребят. Первая карта, напомним, формат проведения Best of 3. И победитель будет играть в финале. Гранд-финале этого турнира, проигравший займет 3-4 место. Амдрак, у нас с тем временем на руне. Стану залетает, Афтолайф очень больно. Автолайф пока жив, но ненадолго отправляется в Сайдер. В Первый Склад. Также отвечает Team Spirit, забирая Слардара. Сниматель размен. И Драк это продолжает. Дуалбресса повершот и все это по Лилу. Лил пытается отойти. До конца за ним идет Габлак и сдувает Айсберг с помощью Дуалбресса. Делает второй фраг для своей команды. Драка продолжается. Бобос. Стану пришел туда из Каблака взять. Габлак завязал фаер, но он не смог выжить, потому что открыл Ван Дайн с помощью своего ДиКей. ДиКей в Астаке, но уже было 6 штук от этого ФНГ. Посмотрите, у него 1000 хп на первом левеле. Фантастика идет дальше. Дальше гонит противника. Еще один ДиКей. 1150 хп. ФНГ не остановим. Через 5 секунд удаст еще один ДиКей. Бедная ВРка с запасом здоровья в 370 пытается унести свои ноги. У нее это, в принципе, получается сделать. Ну что ж, вот такой вот интересный размен. 2 в 2 подрались ребята на нижней руне. Круто. Ну, заводное начало. Надеюсь, что и сама карта пройдет в таком же темпе. КА получается здорово. Тут люди даже посчитали, что на сингл-драфте шанс выпада определенного героя 3%. 3%! Ну, я не знаю, насколько верна эта информация, но... Кто очень хорошо там знаком с математикой, да, выше, тот может просчитать сам и точно сказать. Ну, 3% это на самом деле очень-очень маленькая вероятность. Но Лилу повезло. Прямо скажем. Так, ладно. У нас там на нижней линии, получается, будет стоять Темпер Спирит и ВРка. Кто из них фармить, тут еще нужно определиться. Ну, вроде как должен флай-суппортить. Топ-то лайф смещается на оффлей, на более свою привычную линию, к локверку. Куча перемещений в исполнении Темперита. Они, так понимаю, сами не могут определиться, кто из них кто, кто фармит, кто суппортит. Что по закупам явно было непонятно так. Ну, вот Салин против трех героев не застался. Куча хилла, конечно, по Моншилд. Хиллинг Селф имеется. Немножечко поаккуратнее будет отыграть, конечно. Ну и Лил, Лил на миду стоит. Тин, так как это он делал в пабчиках на 7к рмм, а как он делает на своих соло-стримчиках, которые вы можете наблюдать тогда по дневному времени суток. Также ему доверили первой карте полуфинала. Так, и Антайн ставит Томбу за спину, за Айсберг, заходит Гот тоже рядышком, ускоряется по спринтам, дал сам и должны будут Айсберга добивать. Саласамшел, ну и Лил зарабатывает себе килл. Ну что ж, неплохо гангуют ВП, вот таким вот образом они через мид перемещаются на топ, конечно же, помочь Айрату. Так, вот поступает нас в качестве суппорта. Ну вот посмотрит, какова это тяжелая ноша быть суппортом для команды ВП. не так, чтобы тебе помогали, годолюбили, да, а так, чтобы ты кому-то помогал. Но сейчас пытаются любить автолайфы, станут залетать, флайф очень больный, тут его тоже съели. Приходит флайф, флайф. Аккуратнее быть надо, потому что может быть ошибкой. Хотя пауэршот разряжает, года не попадает, год сманеврировал неплохо, и в живых остается всего лишь 40 хп. У него осталось. Канг тоже уходит на лоу. Ну, выживают. Ассалин, ты пошел до конца, флайф пытается зарезать, у флайф 84 хп живет. О, как, как тут страшно-то, а? Как тут, как тут больно. Не получишь. Лил Сейдж, уже транквилен талисман. Левел четвертый. На линии пока у него полный порядок. Ну, это лайф. Уже побывал и на топ-линии, вернулся опять-таки вниз. Ищут то место, где ему будет более всего комфортнее стоять, где у него будет возможность крипов добивать. Сейчас, конечно, линия нижняя. Так, Клокверк, довольно опасно. Рамзес заходит за спину. Ну, боится, боится, конечно. Можно получить плюху такую с Ула Самшин, на втором уровне прокачки, и отлететь по таворам. РНГшка на подстраховке. Он рядышком бегает. Крамзес руну взял, но кот его перехватил. Также здесь Фобос. И... Да, пытался бодиблок дать кот. Вообще, Рамзес какой-то живучий оказал. Ставит стомба, он дает коки. Коки сразу же свои выгрызают и уходят. Ракетка отбрасывается и будет жить. Да, отпустили его здесь. Крафта лайф. Есть фовершот по ФНГ. ФНГ больно дает дикей. Фобос хороший стан. Надо чилинный дать. Чилинный бы сразу дал. Наверное, было больше вероятность того, что бы сделает фраг. Вот, а я флайф чилинный не дает. И никого не убивать. Зато год на развороте пошел. Линтом. Но он тоже цепять никого не стал. Все-таки опитый в Virtus.pro здесь. Стоит, наверное, отойти и восстановить свое ХП. Куча, куча перемещений. Ну, пока нет у кого-либо каких-то преимуществ. Первые пять минут пошли более-менее ровно. Ну, все-таки поболее фрагов сделали ВП. Но это, в принципе, не так страшно для Team Spirit. Вот, страшнее всего, наверное, то, что стоит и Айрат на топе фармит. Один показывает топовый крипстат. Нужно ему как-то внимание уделить, наверное. Он пришел, Рамзе, ставит Коги, пытается хоть как-то помешать. Ну, Клокверк уже такому антимагу здесь не помешает. Ибо есть кольцо, и антимагу, в принципе, на эти Коги все равно. На случай, если там какие-то батареи осал, он просто уйдет на блинки. Так, а тут у нас Лил. Соло фраг сделает, еще и с флайм пытается драться. Юзает, файр. Ой, да ладно, и БНГ приходит сюда подхиливать его, и очередной килл делает Лил. Это дабл смита. Воу-воу-воу. Боб, тот-то статистика дает более точную информацию по поводу шанса выпадения того или иного героя. Так вот, шанс выпадения 2,5%. Какой же, пертый этот Лил. Ну, и сейчас он показал, почему нельзя, собственно, этого героя ему отдавать. Ни на каком моде. Ну, понятное дело, что как-то заблокировать этого героя на сингл-драфт не могли. Но, тем не менее, это на будущие другие моды, на следующие карты. Лил с мида. Лил в качестве 7 суппорта. Лил в качестве героя 4 позиции. На этом персонажа просто уничтожает. А с ним нужно считаться. Вот у него уже там 3-й Red Forest, 3-й 2-й Red Forest на карте. Сейчас у меня появится металька. Это, в принципе, для него дефолт на этом билд. Год пытается вам помочь как-то. Доруны воюют. Мильяр уже первые полетели. Ну и 3 героя Team Spirit здесь. Пытаются как-то Лила прогнать. Приходит ФНГ. Так, так, так. Хороший обсервер стоит от Virtus.Pro. Айсберг тут нас инициировал по Dragon Form. ФНГ ставит Томбу. Дикей по-троим. И на развороте сейчас будут убивать. Приходит Фомильяр. Один сил. Второй сил. Уже Джакиро погиб. Что делать? Лил на развороте все-таки убили. Флай под Миндраном. Пытается унести свои ноги. Год за ним до конца. Под спринтом. Далстан. Флай. Больно очень. Флай. Форшот перед смертью подается. Погибает сам Айсберг. Пресс-файром. Провожает Кода. Проживает. В тихий тах. Ну, Айсберг здесь тоже будет жить. Размен все равно получился 1 в 2 в пользу ВП. Ракетка! Блок вверх. Прочитал. Рамзес. Передвижение Кода. Просто прочитал. И дал Ракетку 3 уровня. Убил тем самым Кода. И сравнял счет в этой траке. Два в зал таки поправились. Фух. Ну, команды заряжают, конечно. Команды дают какой-то невероятный экшен. Хотя говоря, вот Фобос пока не так заметен. Фобос вот в начальных там феррсбадах попринимал участие. А дальше вот по нижней линии так и остался. И стоит. Никуда не двигается. Пытается что-то выформить. Ага. Так, Лил, наверное, недоволен. Жизни лишили разок. Надо как-то сейчас вмстить противнику. Находит автолайфа. О, как же больно-то автолайфа под медалькой. Его разрывают. Пиз урон заходит, дорогие друзья. Здесь уже твой щит не поможет. Мы очень быстро разобрали Клок Верков. Выглянул Габлак. Габлак-то зря выглянул. Потому что Код за тобой уйдет уже до конца. Код и сейчас будет стан. Код сдает стан по Габлаку. Флайфа варшотами пытается хоть как-то помочь. Но варшот, к сожалению, не спасает. Такие минус 2 уже сделали ВП. Идут дальше. Спринт от Кода идет до конца. Вот он, флай. Он не зацепил там киндран от флая. На подвороте пару тычек. Там еще рядышком находится айсберг. Форма в откате. Пока, конечно, заходить дракон не будет. Тяжело. И как тяжело, тем спирит. Рамзе здесь. На исходной позиции. Есть кукшот. Будет ли он влетать? Итак, Рамзе. Да, входит в фобоса. Дальше. А на Коге МП не хватил. Ой, провал. Ой, провал. Тут должен был быть изи фраг на фобосе. Но нет. Грейвчилл на Габлака. Амм, Андаинку. Андаинка есть, томба третьего уровня. Нужно быть аккуратнее. Четвером. Тимспирит уже на мид-линии. Башню сил света на нижней линии. Ну да. Экшен тут такой, что, конечно, хочется уже единым костяком держаться. Фобор, серия Флайф, залетает. Неплохо с ремнатов. А он сам не будет умирать? Больно, больно, больно ему очень было. Фамильяры сели. Томбу разрушили. Спереди, пока ситуация справляются. Пытались еще ФНГ найти. ФНГ смог уйти на ноге. Там дабл-демод Чвайсбер, конечно, против него лучше не воевать. Хотя Лил, смотрите, находит Габлака, Грейвчилл, повесил, Памильяры пробивает под медальку и очень больно. Линус. Как только кто-то из этого единого кулака этим спирит отделяется, сразу же отправляется в таверну. Моментально наказывается Лилом. Лыс Айленд. Пока все этот экшн происходит, где-то на медлине, какие-то драки, размены, и все это время фармит антимаг. Фармит, чтобы потом сказать свое веское слово. 4,5 тысячи монет у него уже есть. Топовый нет форс на карте. Персик, ПТ, спаки в нейтралах. Ну и все, что нужно. Все, что нужно антимагу. Некомфортные игры в Тоту. Так, Эмпер у нас где-то снова наказывает противника. Автолайф неплох. Автолайф сбирает Снордара. Автолайф пытался его поймать, не вышло. Ну, кстати говоря, да, то есть вот мы знаем, что Team Spirit Afterlife занимает позицию оффлейнера, но Автолайф был как раз-таки найден облаком именно из паблик игр, из соло РММ, а мы знаем, что соло РММ как раз-таки поднимается на такие герои, как Эмпер Спирит. То есть опыт игры на этом персонаже у Автолайфа большой. Может быть не на прост цене, но в рейтинге. Он там несколько кругов АД, я думаю, точно прошел на этого персонажа, поэтому умеет, умеет о нем катать. Так, по баршоте. Ну, пытались пинать, Тавр не вышло. На самом деле, сделали сейчас ребятам из ВП. О, вышел подрасток, вот заходит под боем стан, под Томбой, без шанса для Team Spirit, и ноги лишь унесла снова в ВР-ка, ходит флай, но тиммейты его там полегли. Ну, в размен на Тавр. Конечно, все равно ужасно для Team Spirit, хоть какую-то компенсацию в этом моменте они получили. Д-400 голды в Сайлендер. А это уже на Клеймо, до плацного БФ осталось 1200 голды. Силы, делает стаки. Эти стаки потом удобнее было бы, конечно, с БФ-ом забирать, но линия очень сильно отпушена, поэтому придется рефармить сейчас. Так, у Айсберга. Дела не так хороши, как хотелось бы, хотя этого Нетфорс в своей команде он не имеет, пытается вынести, так понимая, себе блинк. Ну, штука нужная, опять же, для этих бесконечных файтов инициировать, хорошо начинать. Почему бы и нет? Почему-то разобрали все эти стаки нейтралов, Сайленд вручает Шекл. Без продолжения. Без продолжения, поэтому не страшно. У Лила тем временем появляется Пойнт Бустер уже, задаток такой на последующий агоним. Ну, с таким темпом, с таким фармом, я думаю, агоним себя не заставит долго ждать. Так, снизу, попытка атаковать Года. Неплохо-поги закрывает его Рамзес, прилетел просто автолайф под флэмгардом и дальним-дальним поверсшотом накрывает флэйф. До силы. Курорить, это был просто самый настоящий стил на варды. Нет, ПРК у нас здесь не суппорт, поэтому это на агоним. Тоже неплохо. Гамоним, не Рамзес уже оставлять, правильно, на клубе? Что самому килл сделать? Так, ну что ж, 13-7. Уже чувствуется преимущество Virtus.pro, оставлять на 3000 монет. Большая часть этих денег, конечно же, содержится в Саленте, но он имеет такой серьезный перевес по надфорсу. Так, ну тут смог какой-то. ВП сейчас играют по формату 4 плюс 1. Четверо героев создают спейс, нон-стоп проводят драки, а один герой фармит. Ходит в лейт. Там потом будет помогать. Ну если ходит такой внезапный на Рошана, под смоками и, судя по всему, у Team Spirit не разгадают этот маневр. Во всяком случае, никаких телодвижений в сторону Рошпита нет, а значит, Рошан будет падать. Медалька на нем, конечно же, висит, летит еще и Amplify дэмэдж от кода, поэтому очень и очень быстро Рошан будет падать. Ну и компенсации за Рошана у Team Spirit нет никакой. Пошмармили свои леса, травола выносит Ember Spirit. Он только на стадии набора этого самого темпа фарма. Это Ember Spirit. Баклер в флайсе приобретает. Ну все-таки такой серийный суппорт ВР-ка получается. Давненько не видел я ВР через Меканзен, через грипсы какие-то. Одно время это было популярно, позже уже не юзабельно. Ну вот сейчас в такой ситуации фар решил, что Мека нужна в этой команде. Ну почему бы нет, Мека хороша. Так, ну что ж, появляется БФ в антимаге, тем временем Лил взял себе Аегис, полторы тысячи монет ему осталось до уровня полноценного Аганима. Ну и в общем так, по ощущениям, по артефактам, по лавлам, если посмотреть, по-моему ВП готовы собираться вместе и просто сносить товара. Нет чувства того, что Тим Спирит могут давать бой сейчас. Так, вот что такое, это интересное решение, как она идёт. Очень даже. То есть не Блинг, а именно ШБ. Там пытались подловить Эмбер Спирит, вовремя ушёл на свой Ремнант. Разменивается товарами на топе, забирают там ребята из Тим Спирит, снизу будут забирать на Свердус Про. Понятное дело, что пуш-потенциал несколько посильнее будет у ребят из-за Тим Спирит, всё-таки там Драконайт платформы, плюс есть Джакирос, только фарм для тёрной прокачки. Ну именно поэтому, видимо, Вертус Про сейчас и стягиваются на топ, чтобы прогнать, прогнать противника, может даже навязать какой-то бой. Да, раз ТП, два ТП, три ТП, четвёртый ТП делается прямо на Тир-2, Лил, под Макропиру и под Жекл. Какой же фантастический Жекл, но нет продолжения, альтрахни по циклу никому стану, а вот Кот цепляет тем самым станом, есть Томба, залетает в Клок вверх, но опять же один ПНГ, возможно, пытается убить, да, ПНГ не бывает, но в размен на Айсберга, Гот идёт до конца, Солос Апшоном накрывает Лил Габлака, убили также ещё и Клок вверх, это 3 в 1, ну и постараются ещё не отпустить Флая. Амплифай повесили, Флай пока Виндран действует, пытается уйти, но нагоняет его Гот, даёт стан, Сален тоже пробивает с руки, очень больно, падает Фамильяр, и это минус 4, спасение 5, пожалуйста. Башня осулалалаaient Не успел подойти драконайт платформы С своим станом Брэсфайром Вот не вышло, как-то не сложилось Тем спирит и ВП этим воспользовались На сносим Тут виртус про Будут уже очень много Рамзес пошел за Суалентом Это возможно будет ошибкой Потому что Лил накидывает Грейвчилл Испугался Лил Там конечно в поддержках шикарную Рамзеса за спиной Не было смысла идти дальше Можно было встрять Что и преимущество виртус про выросло До отметки 6000 Агоним Да, это конечно Серьезный такой плюс сейчас Для виртус про Ну я думаю для кого не секрет Что зачастую когда там например В тех же профессиональных матчах В ответственных матчах Что-то в драфте там не очень хорошо складывает Да, или просто очень тяжелый какой-то противник Неприятный Всегда Артем имеет такой козырь Да, пик ним бисаджа, Лил в соло выиграет Ну вот По такому формату ИПП сейчас могут в принципе победить У них и так в принципе все хорошо Но если даже что-то начнет не получаться На помощь придет вилл, который все разрулит Ну агоним у него очень быстрый 18-й минут Помимо того, что у него еще и медаль имеется Каби соло крест, но тем не менее Ой, Габлак из нее уходит Нашли его Сбили, ТП убили Флая нужно уходить тоже Тупстрянет Сален продолжает сплитфармить Есть у него уже Владмир после БФ Выходит потихоньку в Яшу Вследствие появится Манта Стайл Ну в принципе по своему дефолтному Айтем билду идет Так, ну надо что-то придумывать Эмспирит Непонятно правда что С чего они могут здесь отыграться Ну в драках 5 на 5 они уже намного слабее Ой, тут сейчас можно, так говоря, накрыть Эмберспирит Но не знаю, что Айсберг в инвизи А он находит бобус Бобус стоит убить Но Готт контр-иницирует По твоим стан Бобус раскастовывает Лагуну прописывает по Айсберга И монопоид туда Но Айсберга слишком много МП было Поэтому он не погибает с монопоида А так как все равно его настигает Готт вместе с Айратом Добивают Правляет на верну Айсберга И пытается уйти Автолайф Автолайф на ремнандах валит Насцепить его нечем Клок вверх выдает ракетки Не добивает фобуса И будет сейчас контрольная ракетка Нахута, он слишком большой Не на четвертый уровень прокачки, Рамзес Да, слишком долго ждать Успеет уже восстановить свое здоровье фобус Ой, Клок уходит вниз Да, снова неудачная инициация стороны Темспирит Вновь нереализованный Шадоу Блейд И вновь проседают Темспирит в первой карте Ну да, Егис пропал Три фамильяра, все как положено Уверен, на подходе сейчас у Лилы будет целый крест А дальше уже по желанию Дальше можно и в Кераск Какие-то выходить и прочую гадость Что только на этом виседжем Можно фармить Все что угодно Просто Ахус Ландара тем временем А это уже после Блинк Даггера Левел 11, второй амплифай у него имеется Ну а что касается артефактов у Темспирит Из положительного только-только появляется мека У Олбис вона Флая И довольно поздний меков все-таки При этом непонятно, почему у Каблака есть хедреска Так, они тут, я понимаю, не разобрались То, что будут собирать Так, попытка сцепить автолайф Автолайф уходит на ремнантов Уйдет ли Рамзес? Самый главный вопрос Нет, не уходит Попуст накрывает его станом Кот залетел туда в Коке Ну и минус фок На каждом участке карты Ловят Темспирит Разрывают, уничтожают Не дают ни фармить, не дают ни бушить Ничего делать не дают Так, год пошел Сбили ему Блинк Аплайф сразу Ой, то Саленс ныряет за Каблаком Фамильяр один сел Второй сел Третий сел Сумасшедший получается суммарный стан За это время антимаг просто раскладывает Ну и график Неуклонно идет вниз Вниз, вниз, вниз Показывая все больше и больше преимуществ Виртузпроп Конкретно уже ВП, конечно, нужно как-то подтверждать свое преимущество То есть пытаться носить Тир-2 Понемногу, может быть, поглядывать уже на хайграунд противника Я думаю, не рано Я думаю, уже самое время Рамзес, кстати говоря, слишком далеко выходит Вот Пока разыграл, как он мастерски владеет Буковкой S Заходит И опять показал, какой он Буковкой S может использовать Отменяет стан Камильяров здесь главное спасти Наверное, айсберг по Шадоу Блейдов Кого? Влила Не самая лучшая идея, может быть Не знает, в кого ворваться В итоге пока думал Кухлетку уже растерзали Ну, тут Том Стоунг Каблак пытается уйти из поворшотов Каблак тоже минус Даблкил сделал Лил Камбер сваливает Шекл неудачный от флая Ну, нет возможности стараться Просто нет возможности стараться Уже потеряли двух героев Там еще и Сален сплитит Башню сил света на центральной линии атакуют Раз, два, три Три фамильяра села На это время кончился бедра Мы растерзали в Айрк Айсберг тоже убирает Умирает, конечно, Монавоидом Открывает его Сален Ну и соглашается с поражением Тем спирит Ну что ж Первая карта на моде сингл Драфт оказалась очень легкой Для Лилы, в частности Для Virtus.pro В целом 20 на минуту Ну что ж, неплохо Было довольно интересно Довольно живо Чего стоят только эти первые драки На первой минуте 7 декеев У Антайнга 1150 хп До выхода крипов Такое тоже бывает Ну и вы видите Эту финальную табличку Ну и я думаю, ребят Тут особо-то нечего рассказывать В общем